Всем привет, это Миша, и сегодня я продолжаю серию видео, посвященных так называемым минусам Америки, ну, которые на самом деле я минусами не считаю, но их называют в числе минусов другие люди. Соответственно, я разбираю эти минусы и говорю, собственно, то, как оно на самом деле, ну, по крайней мере, по-моему, и почему люди, которые говорят, что это минусы, ну, не совсем правы, преувеличивают, выдают желаемое за действительное или... Ну, в общем, короче, вы поняли. И сегодняшняя моя тема будет довольно абстрактная, а именно будет посвящена минусам, связанным со свободой, ну, а вернее, скорее, с ее отсутствием. Итак, первый пункт в этом списке — это утверждение о том, что в Америке чуть что вызывают полицию. Ну, или я это даже сейчас расширю и скажу чуть что обращаются в суд. И тут есть некоторая доля правды, ну, правда, при этом не могу сказать, что это очень-очень плохо, хотя есть, конечно, небольшой негатив. Ну, на своем примере могу сказать, что да, был у меня конфликт с соседкой, который вызывал полицию, потому что мы ночью громко ходим, чтобы закрыть окно. Но это, конечно, скорее исключение, ну, по крайней мере, как сказать, вот это один раз случилось, да, но танк за два года больше там против меня никто полицию не вызывал. При этом, что нужно отметить, полиция работает достаточно четко, ну, в плане, что ты звонишь, она приезжает, потому что я там как-то вызывал ее насчет какой-то забытого там рюкзака посреди двора, еще что-то. В общем и целом, да, чуть что, может быть, некоторые звонят в полицию, полиция приезжает, но зато она приезжает, да, то есть по любому, так сказать, поводу, поэтому нету истории там, как убьют, так и обращайтесь и так далее. Да, возможно, в Америке это другая крайность, что вот действительно полиции немножко больше, чем хотелось бы кому-то, но, опять же, вам тоже никто не мешает вызвать полицию, если у вас есть какая-то проблема, если у вас какие-то там разборки с кем-то, да, там, с соседями, я не знаю, или еще, то есть вот вместо того, чтобы там разбираться самим и там, возможно, это, по-моему, перерастет в какую-то там, не знаю, поножовщину драку или что-то, вы просто вызываете полицию и дальше она за вас решает ваши проблемы. Ну, то есть, в принципе, да, это немножко отличается от той ментальности, от того, к чему привыкли люди в России, но мне сложно сказать, что это какая-то именно большая проблема. Может быть, несколько большей проблемой является то, что в Америке чуть что подают в суд. Опять же, это зависит от человека. Значит, я сейчас, ну, не буду называть там имена и так далее и вообще, ну, указывать кто, но расскажу ситуацию. Скажем так, один мой знакомый пал в автоаварию. Значит, в него врезалась машина, в которую врезалась другая машина. Значит, дело было на трассе, вот, да, а он сам врезался в школьный автобус. Вот, и, собственно, ну, это довольно очевидно, да, там, все это водители знают, да, кто врезался сзади, тот и виноват. Очевидная история. Соответственно, виновата последняя женщина, там, по-моему, была женщина, ну, неважно, последний водитель, который, как бы, во всех врезался, да, и который, собственно, спровоцировал аварию, потому что именно после ее удара все, как бы, уже друг в друга врезались. Казалось бы, очевидная история, все нормально. Прошло довольно значительное время, и внезапно водитель автомобиля, который был за моим знакомым, то есть не и тот, кто, как бы, первый врезался, а вот, как бы, ну, тот, в кого первого врезались, да, и кто потом врезался в моего знакомого, так вот, водитель этого автомобиля подал в суд на, вообще, чуть ли не всех участников аварии и так далее, исходя из того, что, значит, вот у этого человека теперь, там, определенные проблемы со здоровьем и так далее. Ну, то есть это как-то, это выглядит настолько абсурдно, что, честно говоря, даже сложно представить, как вообще такое может быть, но человек подал в суд. И, да, скорее всего, суд будет проигран, но это, если дело дойдет до суда, возможно, расчет на то, что просто человек, как бы, ну, на удачу, ну, как бы, это подает, и люди скажут, ладно, давайте, типа, досудебное решение, там, как-то урегулирование, мы заплатим вам небольшую какую-то сумму, и дело, как бы, будет закрыто. Ну, это, конечно, довольно мерзко, вот, в моем понимании. Но, опять же, ну, вот, ну, понятно, что, если дело дойдет до суда, да, там, судья не будет брать взятки, там, еще что-то, то есть, как бы, система сама по себе работает хорошо, но просто, скажем так, она позволяет вот делать такие фокусы. Большой ли это минус? Ну, так, 50-50, потому что, опять же, суд подать довольно просто. Если ваши права, там, кто-то будет ущемлять, там, я не знаю, у вас там с работой будут проблемы, вы тоже сможете подать в суд и так далее. И, возможно, что-то отсудить. Поэтому в Америке просто намного более, скажем так, активно присутствует вот система правопорядка в жизни, но мне сложно сказать, что это прямо очевидный минус, который перекрывает, как бы, остальные плюсы от этой системы. Хотя, как я уже сказал, вот, примерно, с моим знакомым, иногда это доходит до маразма. Второй минус в моем списке – это то, что утверждение, что вот ужасно, что для всего требует SSN и все свои личные данные. Ну, это я слышал в одном видео, и меня, честно говоря, сильно удивило, потому что я свой SSN, по-моему, последний раз кому-то давал, по-моему, когда машину в кредит покупал или что-то типа того. Ну, в общем, я не помню точно, но идея в том, что вообще SSN особо никто не требует. То есть это довольно, ну, как бы его желательно не раскрывать кому зря, потому что там на этом могут быть основаны какие-то мошенничества и так далее. Но в целом ваш SSN, это, собственно, я не сказал, если кто-то не знает, это номер налогоплательщика, вот, как бы, ну, он нужен в основном для каких-то кредитов, для каких-то, может быть, верификации личности в каких-то там государственных учреждениях и так далее. Но, в общем, нельзя сказать, что это какая-то вещь, которую постоянно у вас требуют. И что касается остальных данных, не, ну, понятно, что, во-первых, ну, это, по-моему, общая история, да, что каждый пытается собрать как можно больше личных данных о своих там клиентах или еще каком-то. Ну, да, ну и что, собственно, ну, худшее, что вам, значит, может быть, вам спам начнут слать или еще что-то, но, опять же, со спамом в Америке относительно строго. Так, в целом, я не могу сказать, что какие-то особо обширные данные требуются и так далее. Более того, например, когда я покупал, когда я только приехал, пошел купить сотовый телефон, ну, не телефон, а ту симку, у меня просто, мне даже не спросили ни права, ну, ничего. То есть, меня спросили, как вас зовут, и продавец просто, я смотрю, он забивает MK, да, вот все. Вот это все, что он забил в систему там. И, опять же, ту же симку можно купить там, не знаю, в автомате, ну, правда, ты кредиткой платишь, да, которая с тобой, может быть, ассоциирована, ну, не может быть, а с тобой, скорее всего, ассоциирована, но все-таки ты просто вот как вот в аэропорту, допустим, сойдешь кредитку, получаешь сим-карту. То есть, по большому счету, там, масса примеров, когда никому ваши данные, в общем-то, не интересны. И, если так говорить, то есть, вот основная ситуация, когда именно интересны какие-то серьезные данные, это когда вам кто-то что-то дает в кредит. Тут, да, ну, в принципе, можно понять. В случае с этим минусом, да, я просто не вижу этого минуса. Ну, то есть, тут просто я не вижу такой ситуации, что мне как-то излишне часто просят мои данные. И, собственно, я упоминал кредиты. И номер три тоже с ними связано, это кредитная история. Многие говорят, что это проблема. Ну, я не могу сказать, что это проблема, потому что в том или ином виде кредитная история существует, наверное, сейчас в большинстве, там, развитых стран с, как бы, развитой банковской системой. И, соответственно, ну, сложно сказать, что это какая-то американская особенность, да. Это есть в том или ином виде везде. Но в Америке действительно есть, как бы, кредитная история и есть кредитскор. Кредитскор – это, как бы, ну, такое число, там оно, по-моему, до 850, что ли, от 300 или что-то того. Ну, не суть. В общем, чем больше, тем лучше. И при, как бы, высоком кредитскоре, да, вам доступны какие-то более выгодные кредиты и так далее. Например, при покупке автомобиля какое-то предложение может содержать в себе, там, текст, там, какой-нибудь кредит, там, 0% или 1% в год, там, и так далее. При кредитскор, там, 750 и выше, или, там, 700 и выше. Вот, но обычно, как бы, и да, и самое неприятное, то, что этот кредитскор, по крайней мере, тот, который я вот вижу в своем личном кабинете банка, он вообще как-то не вполне адекватно себя ведет, то есть он может уменьшиться, может увеличиться. Это никак не связано с какими-то моими, там, тратами, ну, по крайней мере, я этого не вижу, да, там, какой-то прямой зависимости и так далее. И это, честно говоря, немножко напрягает, но, опять же, как я понимаю, в случае серьезных каких-то вещей, то есть, типа, вы хотите взять ипотеку, я думаю, что там будет более серьезный, как бы, чекинг вас, как клиента, да, если у вас кредитскор, там, не аномально какой-то низкий, там, нормальная кредитная история, нет просроченных каких-то кредитов, невыпученных банкротств и прочего, и прочего, то вам, скорее всего, я думаю, дадут, там, ипотеку и все. Хотя, опять же, я вот с ипотекой, допустим, сам не сталкивался, но я не думаю, что там с этим будет какая-то реальная проблема, если у вас, там, не знаю, 750-650 кредитскор. Хотя, это мое утверждение ни на чем не основано. Вот, тем не менее, большой проблем в этом я не вижу, во-первых, потому что это не чисто американская вещь, а просто в Америке она может быть более распространена и, как бы, на нее более длинная история. Ну, и опять же, когда, чем лучше вас банк проверяет, или, по крайней мере, чем лучше банк думает, что он вас проверяет, тем потенциально более, как бы, выгодные, как бы, кредиты вы можете получить, если у вас хорошая кредитная история, поэтому, в принципе, этот механизм, он, ну, потенциально выгоден клиенту. Опять же, вот кто-то может сказать, что банки, они, на самом деле, только в себе плюс и так далее. Ну, так-то оно так, но, допустим, вот у меня машина, у меня кредит на 5 лет с процентом 0.0. Вот просто я не плачу проценты, фактически это рассрочка. То есть я как бы просто, да, и стартовый платеж был, по-моему, в районе нуля на машину. Поэтому, если у вас хороший кредитскор, вам доступны очень интересные предложения. Но, опять же, это было специальное предложение Subaru. Я так понимаю, что Subaru просто платит банку какой-то процент от стоимости машины, и банк получает интерес с этого, но тем не менее. Довольно часто люди называют среди минусов, которые можно отнести к минусам, связанным со свободой. То, что в Америке нельзя просто так, ну, допустим, остановиться на трассе и пойти там, не знаю, собирать лес, сжечь костер и так далее, да, потому что вся земля, она кому-то принадлежит. И, ну, я, честно говоря, не могу сказать, что это большой минус. Вот почему. Во-первых, кто вам мешает купить себе кусочек земли? Ну, ответ, спойлер, никто. Вы можете просто пойти и купить себе кусочек земли. И, в принципе, это прикольно. Ну, я как бы, я даже рассматриваю для себя возможность, может, правда, купить кусочек. Это недорого, там, можно довольно здоровый кусок, такой, ну, приличный кусок купить, там, за 10 тысяч долларов. Понятно, что это будет, там, ну, не здесь, не в Нью-Джерси, там, не в Нью-Йорке где-то, а где-то подальше, но, там, полтора часа на машине, и вот у тебя здоровый, там, не знаю, кусок земли, делать на нем что? Ну, не делай на нем что хочешь, и про это будет дальше еще минус, но, по крайней мере, ты можешь, там, не знаю, отдыхать, сжечь костер и так далее. И я так скажу, ну, просто купите себе кусок земли и делайте там что хотите в плане отдыха. Да, понятно, вот человек, который привык, что все общее, да, для него то, что все на самом деле кому-то принадлежит туда, нельзя зайти, это напрягает. И действительно, даже когда я ехал там по Неваде, ну, ладно, по Неваде я местами ехал там, я не знаю, там никаких заборов, ничего, ты можешь свернуть с трассы, а поскольку это там пустыня, ты можешь прямо на машине там поехать по ней местами, да, но это все-таки, наверное, исключение, потому что даже вот я по Аризоне, когда ездил, все-таки более обжитому месту, там ты едешь, и там заборы, 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 и такие, ну, это сетка, да, вдоль дороги, там, типа, частная собственность, частная собственность, частная собственность, и вот там, куда горизонта, да, и то же самое там в Неваде, чуть в более обжитых местах, та же история, но я не могу сказать, что это проблема, опять же, во-первых, в Америке очень много возможностей, собственно, как-то проводить время на природе, именно, ну, как бы цивилизованно, то есть есть там национальные парки, да, можно в том же, допустим, вот Гранд Каньон, да, в Аризоне, там можно приехать даже с палаткой еще, что да, надо заплатить на въезде, но если ты хочешь отдохнуть в лесу, то вот все условия, и то же самое, если ты хочешь пойти пожарить шашлыки, есть какие-то площадки, прямо там есть мангалы такие стационарные, тебе даже свой мангал не нужен, приходи жарь, да, это может быть не совсем то, к чему привыкли в России, но это очень неплохая замена, потому что, ну, все цивилизовано, да, и опять же, то есть я просто не вижу, в чем здесь проблема, что касается рыбалки, ну, во-первых, да, опять же, ну, где-то есть частные какие-то территории, туда нельзя пойти, но, насколько я знаю, там для рыбалки, во-первых, там можно в океане ловить рыбу, там еще где-то, еще где-то, и все условия созданы, и при этом достаточно серьезный контроль за качеством воды, то есть, которая, я полагаю, может быть, не очень хорошая, потому что, в общем, у нас в штате Нью-Джерси, на сайте, который, ну, я не знаю, это управление по делам природы или что-то такое, там прямо написано, так, значит, вот рыба, там, такая-то выувленная в таком-то водоеме, ее можно есть не чаще раза в год, опа, в смысле, что в ней такого ядовидова, ну, вот, наверное, что-то неполезное есть, как обстоят дела в менее обжитых местах, я не знаю, где-нибудь в какой-нибудь Монтане, там, или еще где-то, не знаю, но рискну предположить, что там с этим чуть-чуть все полегче, ну, и опять же, да, есть какой-то контроль, может быть, вам надо что-то заплатить и так далее, то же самое с охотой, ну, с охотой, наверное, и в России также, не знаю, я никогда не интересовался, но тоже там надо купить какое-то разрешение, да, еще что-то, и, пожалуйста, идите и ловите кого хотите, ну, не кого хотите, естественно, а все в рамках закона, вот, поэтому, ну, в принципе, да, тут немножко другая ситуация, тут чуть больше контроля, при этом намного больше, скажем так, возможностей для, ну, цивилизованной, я не хочу сказать, что, типа, то не цивилизованная, нет, ну, более для организованного отдыха, там, на природе или каких-то таких занятий. Вот, один мой знакомый любит ездить отдыхать на природу, ну, кемпинг, там, или что-то такое, ну, палатку, короче, там, на неделю, и он регулярно бронирует, вот, каждый год себе конкретное, там, место в конкретное, как бы, время в конкретном, там, национальном парке или что это, и, да, то есть, туда нельзя просто взять и приехать, нужно забронировать это место. Почему? Ну, потому что, если не бронировать это место и как-то не контролировать, то просто там в сезон будет такая толпа людей, что, ну, ни у кого не будет нормального отдыха, поэтому вот тут, как это, государство осуществляет тот контроль, который, в общем и целом, как раз-таки от государства и требуется, он просто как-то помогает людям не, ну, как бы, выполнять роль организатора, да, а не такого какого-то контролера или надсмотрщика, так что, в принципе, я не вижу, в чем здесь ограничение какой-то свободы или что-то, просто государство помогает людям сделать так, чтобы они не испортили отдых себе и окружающим. Вот, еще один минус, который, как бы, я слышал, это то, что можно жить только по одному из заданных сценариев. Ну, я слышал его в каком-то одном видео, но, в принципе, я думаю, что, как бы, ну, ни один человек может иметь такую точку зрения. И что это подразумевалось? Подразумевалось то, что вы не можете, как бы, да, вы можете выбирать, но вы не можете выбирать, как бы, слишком из большого числа вариантов. Я что-то как-то не совсем это понял, ну, в том плане, что, на самом деле, в Америке каждый живет так, как он хочет, да, если он будет себя вести, как бы, ну, не знаю, так, что люди, которые его будут окружать, скажем так, будут испытывать некоторые неудобства от него, то у него могут быть какие-то проблемы. Но на деле, если так посмотреть на то, что у вас в Америке происходит, какие там бывают, не знаю, новости в полицейских сюжетах, там, каких-то, ну, не полицейских, не обязательно полицейских, но в целом. Америка очень свободная страна в этом плане, то есть даже та же религия, то есть есть общины, там, тех же амишей, которые там живут в условиях, там, не знаю, 19-го или какого-го, 18-го века, то есть они не пользуются электричеством и так далее, они живут, никто им не мешает так жить. Значит, есть, там, не знаю, мормоны, да, которых, ну, понятно, это не все так сразу получилось, да, там были большие противостояния и там, и так далее, но вот сейчас оно так, что люди живут так, как им хочется. Опять же, с точки зрения религии государство, как правило, не сует свой нос в личные дела, то есть, ну, нет такого, как это, запрещенной религии или еще чего-то, то есть, да, даже если та же, ну, я не буду называть даже сейчас их, но есть там, да, скажем так, некоторые религиозные, новые религиозные учения, например, да, которые очень многие считают, там, ну, уже религии и считают, что это тупо тема по выкачиванию денег из людей, но государство в это не сует свой нос, потому что это не его дело, и, ну, это, как бы, хорошая демонстрация того, что, в общем, в целом государство не рассказывает людям, как им жить и так далее, как хотите, так и живите. Вот, единственное, что там, да, могут быть какие-то ограничения на тему детей, но, опять же, во-первых, ну, в плане, что там, обучение и прочее, но в Америке достаточно распространен хомскулинг, ну, обучить домашнее обучение, и, как бы, государство не делает особых преград. Плюс, нужно, опять же, помнить, что в США разные законы в разных штатах, какие-то штаты намного более свободны, чем другие, и в этом, в общем-то, прелесть США, каждый может выбрать для себя то, что ему нравится. Вот, поэтому мне сложно сказать, что, как бы, государство, как, ну, государство или вообще общество как-то ограничивает жизненный сценарий, вот что хочешь, то и делай. Вот я, как бы, вот это то, как я это вижу. Может быть, кто-то видит какие-то рамки, которые, может быть, он сам для себя придумывает и так далее, но, на моем понимании, каждый делает то, что он хочет, и то, что я тут вижу, в принципе, никто не лезет, как бы, глубоко в частную жизнь человека. И законы, как бы, главное, позволяют человеку достаточно свободно эту жизнь свою, как бы, выстраивать так, как ему хочется. Поэтому, да нет, Америка свободная страна. Ну, и в качестве бонуса к сегодняшнему видео будет несколько переключающаяся с одним из предыдущих роликов тема, а именно то, что в Америке нельзя плохо говорить о ком-то, то есть ограничено, ну, фактически ограничение свободы слова. Почему это бонус? Ну, во-первых, потому что я уже разбирал вопросы толерантности в отдельном видео, а во-вторых, ну, потому что, на самом деле, это бред. В Америке вы абсолютно легко можете говорить о ком угодно, что угодно, и это защищено первой поправкой к институции. И вам ничего нельзя сделать, если вы называете человека, там, не знаю, ну, что я могу сказать, чтобы никого не обидеть. Так вот, если вы называете меня, вот кто-то придет и скажет, Миша, ты жид москальский? Кто-то может это сказать, и я не думаю, что можно сделать с ним что-то законное. Или если вот кто-то сейчас будет выступать как бы на каком-то шоу, там, не знаю, по телевизору, и это скажет, я не смогу его засудить там за что-то. Но, безусловно, есть такая тема, как общественное порицание в некотором смысле. То есть, грубо говоря, когда какой-то тележурналист или какой-то, ну, селебрити говорит что-то нехорошее в эфире, да, начинается общественная реакция. Да, даже когда какое-то частное лицо говорит что-то такое, да, начинается общественная реакция. Ну, если это становится как бы, ну, попадает в медиа, да. Но никто не запрещает вам это говорить. Вы можете это говорить, сколько вам лезет. И хороший пример. В Америке замечательно функционируют всякие неонацисты. Они совершенно свободно могут выйти на улицу с флагом, со свастикой. И на самом деле это прекрасно. Не то, что я говорю, что прекрасно, что у них свастика и что они пропагандируют. Но это прекрасно то, что в Америке даже у них есть право говорить то, что они считают нужным. И закон не ограничивает это право. Поэтому, как я уже сказал, Америка свободная страна. Ладно, спасибо, что смотрели. Всем пока.